Александр, в каком году ты приехал в Финляндию? В 2011. В 2011? А как ты приехал? По корням жены. А, то есть ты женился на Ингер-Маланке? Понятно. Значит, в тебе ничего финского нет? Нет. Ты чисто русский, да? Чисто русский мужик. То есть ты приехал уже, как сказать, с инвалидом сюда? Да. А как ты получил его ливность? Ну, когда мне было 8 лет, на меня упало дерево. То есть у меня был перелом позвоночника, кровоизлияние головного мозга и так далее. Еле выжил. То есть меня успели и смогли спасти. Сложно ли было перейти в Финляндию с такими ограниченными возможностями? Ну, нет. Для меня не было сложно. Для меня было просто страшно, как я смогу вообще прижиться в чужой стране. Ну, сам переезд технически для меня не был сложен. Ты чего-то боялся перед переездом, что вот как-то твоя инвалидность помешает чему-то или как-то люди будут плохо относиться? Нет, но я думал, что я приеду, посмотрю, как я смогу здесь жить, вообще, что делать и, как бы, если не понравится, то, возможно, даже вернусь обратно. Ну, вот, вроде как прижился и таких мыслей больше нет. Так понял, пожил в Россию много лет инвалидом тоже? Да, да, да. И здесь уже десяток лет, да? Да. И здесь уже десять лет. Ну, какие вот отличия ты можешь заметить? Ну, здесь доступная среда – это первое и самое главное отличие. Я уже про это не один раз говорил, что, ну, то есть, ты имеешь доступ практически ко всему, к чему ты хочешь. Ну, наверное, как-то отношение вообще государства, то есть, социального обеспечения гораздо лучше, чем в России. Да, вот я хотел бы опять-таки затронуть эту тему, уже про нее один раз рассказывал, про инвалидную коляску, то есть, то, как делается инвалидная коляска для конкретного человека, она заказ изготавливается по всем размерам, то есть, учитываются все твои возможности, все твои способности, то есть, какого цвета ты хочешь, чтобы были покрашены колеса, какого цвета должна быть рама, из какой ткани должно быть само сидение, и все-все-все. А можно выбрать, допустим, чтобы было электрическое колесо? Да, конечно, да. Ты не хочешь? Да, не хочу. Нет, ты хочешь руки качать? Да. А это физкультура, естественно, да? Ну, да, естественно, да. А устают руки вообще, когда вот ты туда-сюда? Ну, вот сейчас летом жарко, да, вот они, как бы, вот эти вот обода, они горячие вот на солнце, поэтому, да, рукам просто больно, но как бы устают, если только какая-то сильная затишная горка. Роман, рассказывай, как у вас дела на данный момент идут? Да, как обычно. А это как? Да, это очень хорошо, как говорится, по-прежнему, по-прежнему. Мы сколько месяцев назад ролик снимали, 4, наверное, да? Лет 5 назад, да. Нет. Улучшились ли дела после? Ну, ты знаешь, в значительной степени, можно сказать, более-менее. Не закрываешься еще, нет? Не знаю, но уже думаю об этом. Сплю и вижу, короче, уже нахрен все это. Понятно. Ну, банкрот еще не сводишь ферму и не надо, потому что мы к тебе все будем ездить эти самые, ремонтировать наши машины. Вот я даже свою привез ласточку. Да, сейчас двигатель поменяем быстренько. Можно мне двигатель Mercedes? Можно. Да, мы тебя там как-то поставим, зачем тебе мы ссыли. Т-34. Понятно. Т-34. Понятно. Значит, идет все хорошо и это самое, кстати… Да, так. В своем русле, как говорится. Жизнь продолжается. Понятно. Живем, работаем, трудимся. Как у всех. День сурка. Каждый день. Проснулся, встал, да, отработал домой, все, детей поцеловал, все, спать лег, все. Понятно. С этим кризисом еще. Походу, он никогда не закончится. Понятно. Хоть ты, кстати, привился. Ну, я жду свою очередь, да. Я привьюсь в 5G. Магнитик будет у меня на плечах после этого писать. А ты привел? Нет, еще. Надо тоже очередь как-то, за тобой стану, короче. Я думаю, да. Хорошо, посмотрю на твой магнитик, как он будет. Понятно. Чем ты будешь? Да. Добро пожаловать в нашу фирму, в Камфикс. Всех ждем, всем рады. Всегда, я не знаю, здесь пирожки горячие, кофе на столе, в общем, здесь все. Так сказать, мы с Ромой начали заниматься конкретно я диагностикой автомобильной, то есть я предоставляю услуги по автодиагностике, по тип-тюнингу, по, не знаю, удалению сажевых фильтров, клапанов EGR, прошивкой ключей, иммобилайзеров и так далее. В общем, все, что связано с автомобильной не электрикой, а электроникой. Вот. Мы стали друг другу полезны. Ну, кроме вот данного автосервиса Камфикс у меня также есть пять постоянных клиентов. Это автосервисов, которые находятся в Турку, либо где-то в его окрестностях. И также у меня, ну, есть множество частных клиентов, которые пользуются тоже моими услугами. Например, по выездной диагностике. Например, по активации каких-то скрытых функций автомобилей. автомобилей, например, семейства VAG. С помощью которого я зарабатываю себе на жизнь. Заметь, как ты сказал, что у тебя своя фирма сразу гром такая. Да, молния сверкнула прямо перед базами. Ну, клиенты меня сами находят, и то есть, ну, обычно с утра сразу же поступают звонки, что Саша, Александр, приедь, помоги, нужно разобраться что-то. Нужно, например, закодировать какой-нибудь блок ABS на каком-нибудь Volkswagen Passat и что-нибудь такое. Кому-то сделать регенерацию сажевого фильтра, у кого-то нужно программно его удалить, например. То есть, ты получаешься компьютерную? Да, то есть, я занимаюсь именно электронной частью. Ну, то есть, допустим, если вот конкретно на твоей данной машине возникнет какая-то проблема с сажевым фильтром, что, допустим, не поможет его автоматическая регенерация, либо сервисная регенерация, то обычно клиент приходит к тому выводу, что его нужно программно и физически удалить, потому что менять на новый это очень дорого. Вот, и то есть, я отвечаю за программное удаление сажевого фильтра, то есть, я подготавливаю прошивку, так сказать, для блока управления двигателя новую. Вот, а механик, сварщик уже делает физическую работу, то есть, снимает эту часть глушителя, как-то ее распиливает. Ну, заказчики у меня больше всего русские, но это автосервисы, в которых ремонтируются машины также и финнов. Клиентами также являются какие-то небольшие автосалоны, у которых, например, ну, перед продажей в машине вдруг загорелась какая-то лампочка, которую нужно, например, потушить или посмотреть, в чем проблема. То есть, обычно, ну, мне позвонят, что ты можешь приехать на место, чтобы посмотреть. То есть, вот я, как бы, делаю выезд к клиенту, там, и разбираемся на месте, что если, допустим, можно, как бы, починить сразу же на месте что-то, допустим, просто скинуть ошибку, если это поможет, то, как бы, все, моя работа выполнена. Если не поможет, тогда уже, ну, я даю какие-то наводки, к кому можно обратиться, кто может починить. Ну, в среднем, допустим, моя, вы знаете, диагностика, чтобы посмотреть, там, допустим, наличие какой-то ошибки, если, допустим, горит какая-то лампочка, например, airbag, там, check engine, еще что-то, то есть, чтение моей ошибки на месте стоит где-то по 30 евро. То есть, не так дорого? Не так дорого. Ну, вот, для диагностики я использую вот такой вот мультимарочный сканер, лаучер, в принципе, очень удобен в использовании, компактный. Ну, посмотрим наличие кодов в блоке управления, то есть, какая-то, вот, на данный момент есть проблема с реле, свечей накаливания. Есть проблема? Да, в данном автомобиле, то есть, здесь установлен дизельный двигатель. То есть, вот такой вот ошибки, постоянные. Check engine не горит, да? Нет. Ну, видимо, зимой, когда температура опускается, машина, наверное, хуже заводится. Не было замечено. Не было замечено. Ну, значит, ошибка, может быть, появилась не так давно и, возможно, не критичная, то есть, после удаления, ну, скорее всего, она пропадет. Мы сейчас попробуем это сделать, посмотрим. Ну, да, на данный момент ошибка полностью ушла. Если она появится снова и будет что-то беспокоить, тогда приедешь сюда на ремонт. Отлично. На замену свечей накала либо его, их реле. Понятно. Ну, скажем, для работы с блоком управления двигателем автомобилей я пользуюсь, вот, например, вот таким вот программатором, который, в принципе, работает по ОБД. То есть, это можно делать прямо на машине перепрограммирование блок управления двигателя. То есть, скачивается прошивка, редактируется и закачивается обратно. То есть, это для работы по ОБД я использую. Также у меня есть второй программатор, который работает со снятым блоком управления, то есть на столе. использую обычно вот такую вот BDM рамку, с помощью которой подключаюсь к блоку управления и, собственно, скачиваю прошивку на компьютер и потом ее редактирую. Закачиваю обратно, собираю все и блок управления ставится на машину, то есть уже механиком. Вот это в этой комнате ты заседаешь больше всего? Да, если вот я, допустим, в данном автосервисе, в конфиксии этим занимаюсь, то вот здесь я обычно это делаю. Если в каком-то другом автосервисе, то, значит, там тоже есть какое-то место для меня. Ты какой-то серый кардинал, да, в каждом автосервисе? Да, то есть, ну, вот такая вот работа, то есть по вызову. Смотрел фильм «Брат 2»? Да, конечно. Там, когда они машину открыли на компьютере. Да, да, да. Это реально вообще сделать так? Да. Да? Возможно. Как ты прокомментируешь жизнь, ну, вот, инвалидов в Фринляндии? Ну, во-первых, вот в моем положении это доступная среда, то есть практически везде я могу зайти, куда-то прийти, откуда-то выйти. Я достаточно мобильный, то есть у меня есть свой автомобиль, который полностью под меня оборудован, всем необходимым. А вот интересный вопрос. Ты же работаешь как на своё предприятие? Ну, ты тогда не получаешь никакие льготы, да? Конечно же получаю, да. То есть я, ну, грубо говоря, от своей проделанной работе отчитываюсь перед государством, и как бы то, что я заработал, ну, как-то вычитается с моих других доходов. Ну, вот у меня, допустим, конкретно нет никакой инвалидности. То есть, допустим, если я останусь каким-то, например, безработным, то я буду получать, то есть обычные какие-то безработные там деньги, там, субсидии на жильё, там, ещё как-то. Ну, так как я могу сам себе зарабатывать, поэтому… Отношения людей, которые, допустим, заказывают у тебя какие-то вот услуги твои по… Да, когда приезжает человек на машине с такой большой белой коробкой вылазит, да, у многих сразу же глаза такие, типа, это что за установка, это холодильник или что это такое? Да, и вполне даже, наверное, нормальная реакция, что удивляется, вот как ты можешь на коляске работать. Да, 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 то есть нет такого, что, как бы, а как вы справляетесь. Но финны-то всё равно они пытаются быть такими толерантными, да, они там… Ну, финны, естественно, да. А какие-то вопросы надо ещё задаёте, как я сейчас? Нет, я с такими не встречался. Не встречался? То есть, ну, я приехал, допустим, оказать какую-то услугу, оказал услугу и все остались довольны. Понятно. Когда хожу по улицам, я никогда, в принципе, не замечал этого. Как они благоустроены для таких вот людей, как ты? Ну, скажем так, вот в центре города, где вот старая его часть, старая часть Турку, вот там вот брусчатка. Обычно постельно и, ну, достаточно неприятно, как бы. Ну, ничего сложного, ну, просто дискомфортно. Ты же постоянно, как бы, подпрыгиваешь, тын-тын-тын-тын. Понятно. Вот. А все остальные какие-то пешеходные дорожки, они всегда заасфальтированы, всегда чистые, всегда почищены. Зимой они посыпаны, ну, посыпаны на них не скользко. Да, они всегда доступны. То, что какие-то национальные парки, они опять-таки вот приспособлены и продуманы даже для людей с ограниченными возможностями. Допустим, ну, на некоторых озерах есть такие места, в которых я могу даже искупаться. То есть, допустим, я могу, ну, скажем так, подъехать к воде, вот, спуститься в воду по специальной лестнице, вот, подняться и обратно сесть на коляску, как бы, ну, все на уровне. Какие льготы, допустим, для инвалидов за Финляндии? Ну, я говорил уже про проезд на такси, то есть, ну, давно уже не использовал такси. Да, да, да. Вот, конечно, уже что-то поменялось за столько лет, но вот раньше у меня проезд по городу стоил 1 евро. Независимо от километража? Да, то есть, ну... А если бы ты захотел из Турку в Хельске поехать, тоже бы 1 евро стоить? Ну, вот, я ни разу не ездил, но вот по региону Турку. Ну, понятно. То есть, в районе Турку, да. В районе Турку, да. Да, это стоит поездка 1 евро. И на городском транспорте у тебя бесплатно? Ну, на автобусе я могу ездить бесплатно, да. Бесплатно, да. То есть, опять-таки, автобус подъезжает, останавливается, он может наклониться на одну сторону. Водитель обязан поднять такую специальную рампу, заезд на автобус. Вот, помочь тебе заехать, и ты можешь ехать до места, и он тебе должен помочь обратно выйти из автобуса. Какие льготы у вас есть, если мы говорим о машине, да? То есть, какие льготы у вас есть? Потому что это налог на машину. Если бы у меня была бензиновая машина, то налог у меня был бы ноль. То есть, я бы ничего не платил за машину. Ну, так как у меня дизельная машина, я плачу налога только часть. Только часть, да? Да. Сколько ты плачешь? То есть, за эту машину это около 400 евро в год. А если бы был полный налог на эту машину, то около 650-670 евро. Потому что я плачу за свою Peugeot 400 евро в год. И это много для такой машины, как у меня. Да? Потому что у меня мотор, по-моему, 1,7. Ага. Вот. И 300 евро дизельный налог и 100 евро, по-моему, простой налог вот за дорогу, да? 400 евро? Ну, вот я плачу только дизельный налог. Оно там. Что-то около 400 евро. О, да. Офигенно. Прикольно. Ну что, поехали, прокатимся на твоей малышке. Что у тебя такого особенного в этой машине есть? У тебя все ручное, естественно? Обыкновенная машина. Просто на нее установлено ручное управление. Опять, которая постоянно переходит с машину на машину. То есть, вот у тебя там тормоз, да? Ну вот. И с этой стороны тоже. То есть, вот я давлю, когда от себя я нажимаю тормоз. Это стоп-кран. Когда я давлю на себя, я нажимаю газ. А-а-а. То есть, они работают синхронно. Хоть ты можешь управлять правой рукой, хоть левой. Вот мне удобнее управлять левой рукой. Это все. Вот я нажимаю газ. Меня в последнее время стало очень сильно раздражать то, что с прошлого года или с позапрошлого года ввели закон о том, что даже превышение на один километр будет штрафоваться полиция. Да. И вот ограничение 40, ограничение 40, все едут по 20 километров. Все боятся этого штрафа. Потому что, как мы знаем, в Финляндии у нас прогрессивный штраф. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше. Я считаю, что это очень хорошо. Ну да, это очень хорошо. А финны вообще подшучивают когда-то как-то над людьми с ограниченными возможностями? Ну вот я никогда не встречался. С грубостью такой, да? Никакой грубости нет. Ну я так понимаю, потому что ты с финнами просто не общаешься. Поэтому да. Ну возможно, да. Ну может быть где-то какие-то когда-то пьяные финны где-нибудь что-нибудь пальцем показывали. Но очень редко. Хочу заметить, даже дети, скажем так, более воспитанные. Так что они не показывают вот свою вот эту детскую шалочку. Смотри, смотри, там дядя на коляске. А в России есть такое? Ну бывает, да. Достаточно часто встречаешься. Ну ладно ребята, все буду заканчивать. Так, если у вас есть какие-то вопросы по этому видео о людях с ограниченными возможностями и о их жизни, обязательно пишите в комментариях и вам обязательно кто-нибудь ответит. Я гарантирую. Все, давайте. Пока.